Приветствую вас, и то, что вы говорите про привязанность к человеку, можно назвать любовной зависимостью. Зависимость, как и любая другая, другая зависимость берет свой корень, берет свою причину из человеческих потребностей, которые не могут быть удовлетворены естественным образом, и человек старается удовлетворить их косвенно неестественным путем. Вы пишите, что вы привязались к человеку. Давайте попробуем разобраться, в чем заключается привязанность, с чем именно привязал вас этот человек. Что рядом с ним вы получаете такого, чего не получаете без него. Поняв это, поняв то, что вам нужно, вы осознаете, что вы находитесь в отношениях с ним не для него, как при обычных отношениях. Вы находитесь в отношениях с ним ради себя, и любите не его, а любите через него себя. А он лишь средство для удовлетворения ваших потребностей. И именно потому вы от него зависите. Вы зависите от него потому, что он дает вам то, что вам нужно. Ведь если бы человек был самоцелью, если бы человек был самодостаточным в ваших глазах, самодостаточным объектом любви, то у вас не было бы от него зависимости, потому что вы бы стремились сделать его счастливым. И его счастье для вас было бы важнее всего. Поскольку отношения испортились, значит с вами он недостаточно счастлив. Значит без него ему было бы лучше. Но вы этого не принимаете. Вы хотите, чтобы он несмотря ни на что был с вами. Это говорит о том, что он вам нужен для достижения каких-то своих целей. Для удовлетворения своих потребностей. И вот эти потребности нужно более четко выявить, чтобы понять, что вам нужно, и достичь этого, но без мужчины самостоятельно. Тогда в отношениях вы будете равноправным с партнером, равноправным с объектом, и не будете в нее впадать. Зависимость. Зависимость это всегда некая пустота внутри души, внутри сознания. И эту пустоту человеку хочется запомнить. Всем чем угодно. Пустота это и есть неудовлетворенность чем-то. Пустота есть смутное желание того, чего мы понять не можем. И от невозможности удовлетворения этих смутных желаний, мы и впадаем в зависимость. Потому что зависимость лишает нас того, что мы в этом случае ощущаем. Невесомость. Свободного парения в свободном пространстве. Зависимость же привязывает нас к чему-то. Приземляет нас. Но она же и делает нас не свободными. Чтобы обрести свободу, нужно осознать свои желания. Осознать, чего мы хотим. И привести их в соответствие с нашими представлениями о мире, о жизни. Соответствие с нашими ценностями, желаниями, стремлениями. Понимание того, чего вы хотите, понимание ваших потребностей, восходит началом для избавления от зависимости. И как следствие, научившись свои потребности удовлетворять, вы получите нужную вам самодостаточность. И в отношениях энергию будете направлять не на себя, а на конкретного человека. Тем самым, придавая отношениям естественную, искреннюю окраску. Ту самую, которая способствует их успешности. На этом все. Надеюсь, что помог вам ей. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи.